Талантливый музыкант, поэт, писатель, отличный отец и муж, хороший друг. Так характеризуют Петра Кресникова все, кто был знаком с ним и его творчеством. И вряд ли кто-нибудь из них сможет забыть столь яркую, харизматичную личность. Он умел быть искренним во всем, что делал. И в этом его одаренность, говорят друзья талантливого Чистопольского автора. Когда человек уходит, его больше любишь. И, наверное, хочется отдать ему то внимание и то любовь, которую не додал. Петер был очень живым человеком. И память о нем тоже получается очень живой. Его посмертная судьба началась. И живы его песни. Их поют наши современники. Петр Кресников ушел из жизни два года назад. Ему всего было 43 года. Но за свою недолгую жизнь он написал более 30 литературных произведений. В числе которых роман «Откровение» Схимника, молодежный литературный стериал «Ваня и Маша», повесть «Изумрудная 9», прозаический сборник «Однажды в Казани» и научный популярный труд «Космологи русского эзотеризма». Знают его Чистопольцы как исполнители авторских песен, создатели и руководители закрытого клуба любителей психоделической литературы, блогера, писателя и журналиста. Книги данного автора немножко есть, потому что Петр сам мне их дарил для нашей библиотеки. А всех, с кем я общалась, они читают уже в электронном варианте книги. Эти книги в электронном варианте. И я спрашивала мнение, довольно-таки интересный и сюжет, и мысли интересные. Понравились людям эти книги. Свои первые рассказы Петр начал писать очень рано. С детства любил он и музыку. Видя это, бабушка подарила ему шестиструнную гитару, которая и стала толчком к более серьезному творческому развитию в области музыки. Поэтому на вечере памяти много песен было исполнено именно под гитару. Одну из песен Петра Кресникова исполнил и его сын Сергей, который является не только истинным ценителем отцовского творчества, но и достойным его продолжателем. Он пишет собственные песни и тоже живет творчеством. Рассказывая об отце, он вспоминает черты его характера. В нем всегда на границе друг с другом находились две крайности одной сущности. Если в один момент мы могли видеть от него какие-то сказочные изъяснения, объяснения всяким молочам, вот эти вот постоянные давания названий всяким речкам, местам, каким-то неживым предметам, все неживые предметы в его присутствии становились живыми, то в какие-то моменты мы могли видеть его мрачным, человеком, который мог действительно задуматься и вообще абсолютно не отвлекаться на внешний мир. И именно вся эта искренность, которая исходила из него, она исходила благодаря тому, что все эти мелочи влияли. Говоря о Кресникове, нельзя у него помянуть и рок-группу «Знак», которую Петр основал в 85-м. Он пригласил в нее своих друзей и музыкантов. В середине 90-х группа успешно выступает на музыкальных конкурсах и фестивалях в Чистополе и Татарстане. В свободных концертах записывает новые альбомы, плодотворно занимается реализацией сольных проектов. Рождение новых песен – результат большой творческой работы и образ жизни всей компании. Все это хорошо помнят друзья юности Кресникова, которые поделились своими воспоминаниями. В завершение встречи родственники Петра подарили читателям Чистопольской библиотеки десятки книг, которые сам автор не успел раздать при жизни. «Под небо голубой, есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой». Редактор субтитров А.Семкин